Сентябрь наступит через 4 дня, так что есть еще у вас время расслабиться, также подготовиться к новому учебному году. Конечно, если для вас это актуально. А пока вы смотрите в прямом эфире программу «Полдень», меня зовут Инга Песковацкая, вот что вы увидите. Исполнила мечту Наталья Иванова, на велосипеде доехала из Ставрополя в Тюмень. Сегодня она у нас в гостях. Хочу на работу, Екатерина Сегеда решила представить топ самых неприятных профессий. Ставрополье рулит, в полдни продолжается телевикторина ко дню города и края. Все навесы, как измеряли животных в зоопарке Лондона. Где и как устроить праздник для ребенка. В прямом эфире разыграем подарочный сертификат в арт-кафе. Не пропустите. Час назад в Ставропольском центре адаптивной физкультуры и спорта стартовал второй этап Кубка России по бадминтону. Как вчера обещала Маша Гнездилова в полдни, свое ТВ следит за турниром. И прямо сейчас у нас на связи Саша Бакалюк. Она работает на месте и знает, чем примечательны эти соревнования. Саша, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Полдень» на своем ТВ. Мы находимся в центре спорта и адаптации в городе Ставрополь. Сегодня здесь проходит Кубок России. Второй его этап по парам бадминтону. Должна сказать, что он уже в полном разгаре. Сюда приехали 16 субъектов Российской Федерации. Сегодня к нам на Ставрополье, в город Ставрополь. Ну, конечно же, все мы болеем за наших, за Ставропольцев. И сейчас предлагаю с ними познакомиться. Это члены сборной России по парам бадминтону. Прекрасные девушки Ирина Кузьменко и Илюзия Игнатенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, ну что, Кубок начался. Уже с самого его разгар. Какие у вас вот такие вот первые ожидания? Конечно, первый этап у вас уже в Чувашии весной прошел. Сейчас второй. Наверное, морально вы уже более или менее разгружены. Но все же, конкурентов много. Конкурентов много. Единственное, что является благоприятным условием с каждым, то, что мы на родной земле. В своем зале, где проходит у нас тренировочный процесс. Вы здесь тренируетесь? Мы здесь тренируемся, да. Как часто вообще проходят ваши тренировки? У нас тренировки проходят каждый день. Ну, кроме воскресенья, выходной. То есть здесь каждый день вы? Да, каждый день. Иногда даже по два раза в день тренируем по возможности. Есть такой интересный факт. Вы играете против друг друга в одиночном, в одиночной игре? В разряде. В разряде, да. И в парном вы играете в паре. В паре играем, да. Как так вышло? Как вы вообще нашли друг друга? Ну, мы здесь обе занимаемся, как бы сыгрываемся, получается. Проще, когда сыгранное. Когда знаешь уже, допустим, своего напарника. Поэтому, естественно, на России мы играли вместе. И на мире. Вот так давно у нас были в Ирландии соревнования. Мы тоже играли вместе, как бы в парном разряде. Сегодня только второй этап. Впереди еще третий этап. Между ними чемпионат Европы. Вообще, насколько вот ваша сейчас жизнь, она перенасыщена спортом? Или все нормально? Ну, для меня, наверное, чуть перенасыщена спортом. А для вас, Ирина? Не, ну, я как бы знала, на что я иду. Мне это очень нравится. Такой ритм жизни мне очень нравится. Какие у вас сегодня, как вы думаете, главные соперники? Все-таки 16 субъектов здесь у нас сегодня в гостях. Кого считаете? Ну, у меня, получается, мы делимся, Павла, на подгруппы. В подгруппе у меня еще две девочки. Ну, более конкурентно способны, считаю, Прокофьева Наталья. Она из Санкт-Петербурга. А для вас? Тоже так считаете? А у меня другая группа, как бы, присыкаемся. Ну, девочки, ну, они уже достаточно давно занимаются. Ну, как бы, нельзя недооценивать, как говорится, соперника. Но я думаю, что, как бы, они мне по плечам уходят. Ну, что ж, мы желаем вам удачи. Мы за вас болеем всем сердцем и душой. Вам хороших эмоций и, конечно же, победы. Будем ее все вместе дружно ждать. Спасибо. Ну, мы продолжаем. И, конечно же, сегодня внимание нацелено и на судейский состав Кубка России. Я предлагаю сейчас поздороваться, познакомиться и пообщаться с Дмитрием Леонидовичем Варфоломеевым. Варфоломеевым он старший тренер сборной России по парабадминтону и сегодня главный тренер Кубка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, про второй этап. Первый прошел в Чувашии. Да. Третий будет в Казани. Да. А сегодня в Ставрополье. Ставрополье, да. Это очень важный старт для нас. По его итогам отбирается команда на чемпионат Европы, который состоится в октябре месяце во Франции. И поэтому сегодня на Ставропольской земле играют наши сильнейшие спортсмены, члены основного состава, в том числе призеры последнего чемпионата Европы, который был два года назад. Каково судить вот на такого рода соревнованиях? Ведь много участников, все они разные. Кстати говоря, я заметила, что возраст их абсолютно разный. Здесь есть и молодые люди, есть уже даже такие, скажем, за 40 лет контингент. Вот каково здесь судейство? Это специфика парабадминтонных соревнований, когда соревнуются спортсмены разного возраста. Но это ни в коем образом не мешает им быть спортсменами с высоким уровнем спортивного мастерства. Но я думаю, что в судействе это никак не сказывается, учитывая, что у меня достаточно большой опыт судейства не только парабадминтонных соревнований, но и соревнований среди здоровых спортсменов. Ну, наверное, это уже ближе к профессиональной деятельности, когда ты понимаешь, когда и что ты должен сделать, чтобы соревнования состоялись. Чего вы лично сегодня сами ожидаете? Какие у вас ожидания, предположения, кто займет лидирующие позиции? За кем такой особый присмотр? Особое внимание за ведущими спортсменами, которые борются за попадание в сборную команду России. У них здесь будет много принципиальных игр, по которым тренерский штаб и будет делать выводы. Также мы на каждом соревновании рассчитываем на новых спортсменов. Мы оцениваем, как они подготовились дома, поработали с личными тренерами, потому что мы заинтересованы, скажем так, свежей кровью в пополнение основного состава. Сколько человек сможет войти в сборную России? В тот состав, который будет выезжать на чемпионат Европы, войдет от 10 до 15 спортсменов. Эта цифра будет уточняться. По поводу молодой крови. Какова тенденция новых спортсменов, кто в большей степени увлекается парабадминтоном? Мы о нем сегодня говорим. Какой это возрастной контингент? Возрастной контингент это новых спортсменов подростки и люди среднего возраста. Я, как старший тренер, очень рад, что подростков стало много. Это связано с тем, что мы, как вид спорта, вошли в Всероссийскую спортсмену детей-инвалидов, которые ежегодно проводят Министерство спорта Российской Федерации. И через эти соревнования мы популяризируем наш вид спорта и как раз привлекаем и заинтересовываем ребят в занятиях парабадминтоном. Но сейчас, наверное, тоже главный вопрос. Сегодня уже 18-й год. Совсем скоро Олимпиада в Токио. Как сборная России уже начинает готовиться к ней? Чемпионат Европы это будет первым этапом подготовки, потому что он даст большое количество очков в паралимпийский отбор, который стартует у нас 1 января. От его результатов будет зависеть состав спортсменов, которые в течение следующего года будут бороться за паралимпийские лицензии. Кубок России закончится в Казани. Уже тогда будет точно известно, какой состав поедет на Олимпиаду? Нет, состав, который поедет на Олимпиаду, он определится в 2020 году, когда спортсмены в течение года будут набирать очки на международных соревнованиях и по количеству этих очков получат или не получат персональные приглашения. То есть даже может быть, что туда попадет вот та самая свежая кровь новенькие, вновь перешедшие спортсмены? Ну, мы будем рады этому факту, если он произойдет. Дмитрий Леонидович, спасибо вам большое. Хороших вам сегодня соревнований, хорошего судейства и хорошей игры. Спасибо вам, спасибо. Ну что ж, вот так вот. Центр адаптивного спорта. Город Ставрополь. Соревнования по парабадминтону. Напомню, это Кубок России. Второй его этап. Следующий этап пройдет уже в городе Казань. Ну, а сегодня Ставрополь встречает спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации. Согласитесь, это почетно. Ставрополь продолжает вновь и вновь лидировать уже во всех практически сферах. Вот добрались и до спорта, хотя мы в нем и не отставали. Коллеги, я передаю вам слово. Программа «Полдень». Спасибо большое, Саша. Ну а мы продолжаем. Главный приз – путевка в Кисловодский санаторий Арника на двоих. Ставрополье рулит. Напоминаю, правило. Каждый день в эфире программы «Полдень» мы будем задавать вопрос. Ответить на него вы сможете на нашем сайте stv24.tv в разделе викторины «Ставрополье рулит». Первый участник, приславший правильный ответ, становится победителем промежуточного тура. Он получит памятный приз, а главное автоматически станет участником финальных состязаний в прямом эфире праздничного телемарафона на своем ТВ. Он пройдет 22 сентября. Вчера специалисты Краеведческого музея спрашивали, о каком Ставропольском событии в 1897 году писал Косток Итагуров. Необыкновенно быстрый рост числа всевозможных контор, частая смена вывесок, торговых фирм, неожиданное вылетание в трубу солидных предприятий. Речь шла о начале железнодорожного сообщения в городе и первым, правильно, первой, правильно ответила на этот вопрос Ольга Бражникова из Ставрополя. Ольга, мы вас поздравляем. А вот какой вопрос мы приготовили сегодня. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В 1881 году врач Константин Бахутов описал одну из частей города Ставрополя следующим образом. Эта часть начинается от дома, командующего войсками Большой Александровской площадью и продолжением ее, площадью Верхнего Базара. Площади окружены со всех сторон зданиями. Правая, северная сторона Александровской площади ограничена двумя гостиными рядами и другими постройками. Южная, левая, окружена красивыми зданиями мужской классической гимназии и женского епархиального училища. На другой стороне находится юнкерское училище, а на противоположной – духовное семинарие. В настоящее время часть этой территории занял красивый зеленый массив, являющийся украшением краевой столицы. Внимание, вопрос. О каком памятнике ландшафтной архитектуры идет речь? Варианты ответа. О театральном сквере. О парке культуры и отдыха Центральный. О сквере Декабристов. Хорошего дня! Организаторов спецоперации интересовали люди, которые имеют долги по линиям разных ведомств. К примеру, налоговые, кредитные, алиментные задолженности. Или же штрафы за нарушение ПДД. Большая часть должников сразу же погасили долги. Сумма, оплаченная Ставропольцами, превысила 7 миллионов рублей. А мы продолжаем говорить о деньгах. На очереди новости экономики. Их уже готов рассказать мой коллега Илья Захаров. Илья, здравствуй. Деньга, привет. Всем добрый день. Один мой знакомый говорит, что долг – это не только состояние кошелька, но и души. А ты копишь долги? Если только карточные. Нет, долги стараюсь возвращать вовремя. У меня к тебе встречный вопрос. Когда ты покупаешь себе, выбираешь новый телефон, на какие параметры ты обычно обращаешь внимание? Ну, я же девушка, я на внешний вид. С первой очереди обращаю внимание. Вот типичный выбор девочки. А между тем, эксперты, когда выбирали лучший смартфон 2018 года, обращали внимание, в первую очередь, на технические характеристики. Какие, расскажу чуть позже. Давай. Самокат или такси. Компания Uber предлагает клиентам в час пик выбрать электрический двухколесный транспорт вместо автомобиля. Мощный аккумулятор, качественная камера, быстрый процессор. На что еще обращали внимание эксперты при выборе лучшего смартфона 2018. Кому положена выплата на третьего ребенка? Правительство направит 18 миллиардов рублей на поддержку семей в регионах России. Теперь подробнее. Компания Uber намерена предложить клиентам в рамках собственной долгосрочной стратегии пользоваться электровелосипедами и электросамокатами для коротких поездок. Об этом рассказал гендиректор компании. Он уточнил, что такие виды транспорта негативно влияют на доходы водителей автомобилей компании, но более эффективны для поездок по городу. Во время часа пик очень неэффективно использовать кусок металла весом в тонну, чтобы доставить одного человека на расстояние в несколько кварталов. Возможность пользоваться электровелосипедами появилась в Uber в феврале этого года. Услуга доступна в восьми городах США, позднее планируется внедрить ее в Берлине. По поводу внедрения в нашей стране пока тишина. Портал Business Insider опубликовал список лучших смартфонов, выпущенных в этом году. Первым в списке стал, ни за что не догадайтесь, китайский гаджет OnePlus. Его преимуществами стали мощный аккумулятор, качественная камера, продвинутый процессор и 6 гигабайт оперативной памяти. Также в рейтинг попали Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7, замыкает пятерку Moto G6 от Motorola. Продукция Apple не попала в рейтинг, так как выпустила свои новинки в прошлом году. Между тем, уже в сентябре должны появиться три обновленных iPhone. Что касается Galaxy Note 9, нового продукта от Samsung, эксперты оценили большой дисплей, мощный аккумулятор и хорошую камеру. Устройство оснащено большим объемом памяти, встроенной памяти до 512 гигабайт. Также в комплект входит обновленный стилус S-Pen. Другой флагман корейской компании, попавший в список портала Samsung Galaxy S9, стал, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов. Moto G6 от Motorola назвали самым бюджетным гаджетом из списка. Если вам нужно открыть вклад, получить кредит или перевести деньги, не обязательно идти в банк. Можно сделать это дистанционно, пройдя удаленную идентификацию с помощью биометрических данных. Для этого нужно сдать в единую биометрическую систему два типа данных – лицо и голос. Сделать это можно в отделениях некоторых банков, которые уже начали собирать такую информацию, например, Росбанк, Совкомбанк, ВТБ, Почтобанк, Абсолютбанк и другие. Сбербанк биометрию пока не собирает. Всего, как рассказали в Банке России, регистрация в единой биометрической системе доступна более чем в четырех сотнях точек обслуживания 13 банков. Сдать данные несложно. В банке вас сфотографируют, а также попросят прочитать текст, чтобы записать голос. Создатели единой системы отмечают, что лицо и голос – это самые распространенные сегодня технологии, а идентификация, например, по рисунку вен, сетчатки глаза или отпечатку пальцев требует наличия специального считывающего оборудования. В массовом сегменте оно пока недоступно. Собранная биометрия хранится не в банке, а на единой цифровой платформе, в защищенном хранилище оператора единой системы Ростелекома. То есть, если вы сдавали данные в одном банке, то услуги с помощью удаленной идентификации вы сможете получить не только в нем, но и в других кредитных организациях. Более 18 миллиардов рублей правительство направит в 2019 году в регионы на поддержку семей при рождении третьего и последующих детей. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева утвержден перечень субъектов федерации для софинансирования. В него вошли 62 региона. И, кстати, Ставропольский край тоже попал в этот список. В 2017 году таких регионов было 50, в текущем – 60. Финансовая помощь предусмотрена для ежемесячных денежных выплат, нуждающимся в поддержке семьям в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, где значение суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественное и миграционное убыль населения. По этим критериям в список попали 59 субъектов. В Калининградской и Сахалинской областях, а также в Севастополе коэффициент рождаемости превышает установленные. Но решено продолжить софинансирование из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты 3 лет. Общий объем средств в 2019 году превысит 50 миллиардов рублей. Федеральный бюджет предоставит 18 миллиардов 600 миллионов. Регионы выделят еще 31,5 миллиард. Ну а тем, кто следит за курсом иностранных валют, вот самая оперативная информация. Таковы основные новости экономики. Пока ты еще не ушел, я хочу тебя спросить, а ты вообще зависим от гаджетов? Ждешь появления новинок мобильных телефонов? Я зависим, но за новинками не гонюсь. Я использую хорошо проверенные, уже зарекомендовавшие себя модели. Спасибо тебе большое. Приходите снова с новостями экономики. А мы продолжаем. Это полдень на своем ТВ. Вы сидите в офисе и скучаете над бумагами, страдаете от скуки и считаете минуты до окончания рабочего дня. Что для вас по-настоящему грязная работа? Дегустатор кошачьего корма, погонщик обезьян, уборщик переносных туалетов. Екатерина Сегеда сегодня решила представить вашему вниманию топ самых неприятных профессий. Интересно? Смотрим. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Екатерина Сегеда и я уже готова рассказать вам о новых вакансиях нашего края. Сегодня выпуск посвящен Кочубеевскому и Андроповскому районам. Самые актуальные вакансии внизу экрана. А в конце выпуска будет информация для тех, кто считает свою работу тяжелой и устал от нее. Может, то, что я расскажу, изменит ваше мнение? Поговорим о самых неприятных профессиях. Итак, начнем с Кочубеевского района. Здесь наибольшее количество вакансий на должности инспектором. 33 рабочих места с зарплатой от 18 до 20 тысяч рублей. Второе место разделили формацефт и провизор. Здесь по 18 вакансий с зарплатой от 21 и 23 тысяч рублей соответственно. А замыкает тройку дорожный рабочий. 10 рабочих мест с зарплатой от 12 тысяч рублей. Также требуется швея, кондитер, машинист-автогрейдер, инженер и другие. Самую большую зарплату на данный момент предлагают на должности механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. От 15,5 до 30 тысяч рублей. И только одна вакансия. Центр занятости населения Кочубеевского района, куда можно обратиться для устройства на работу, находится по адресу. Село Кочубеевское, улица Скрипниково, 29. И телефон 2-0-1-55, код 8-6-5-5-0. В соседнем Андроповском районе на первом месте по количеству предложений должность овощевода. 22 вакансии с зарплатой от 12 тысяч рублей. Далее по списку подсобны рабочие 14 вакансий с зарплатой от 11 тысяч рублей. И на третьем месте разнорабочие 10 вакансий с зарплатой 12 тысяч рублей. Необходимы также сотрудники на должности полицейского, дворника, портного, лаборанта, культорганизатора и другие. Самая высокоплачиваемая работа на данный момент – врач-психиатр-нарколог. Платят 25-100 и только одна вакансия. Чтобы работать в Андроповском районе, обратитесь в Центр занятости населения в село Курсавка, на улицу Красная, 30 и телефон 6-15-19, код 8-6-5-5-6. Более подробную информацию о вакансиях в своем районе можно найти на сайте stavzan.ru Все профессии нужны, все профессии важны. Но есть и такие, за которые может взяться только самый отчаянный и стойкий человек. И вот некоторые из них. Контролер – качество кошачьей еды. Эта профессия, конечно, не самая плохая, но и приятного в ней тоже мало. На протяжении дня контролер вынужден на запах определять свежесть продукта, искать руками кусочки костей в еде и удалять их, пропускать еду через пальцы и размазывать ее по поверхности, чтобы понять, немного ли в ней хрящей. Живое чучело. Одетые люди в лохмотья и огромные нелепые шляпы ходят медленно по полю, отпугивая птиц. Смотритель, наблюдающий за высыханием краски. Он должен пристально следить за всеми изменениями цвета краски и ее частиц в процессе высыхания. Охрана Букингемского дворца. Стоять долгие часы, неподвижно, в ливе, не в жару. При этом не обращать внимания на надоедливых кривлях туристов. Не каждый выдержит. Нюхатель подмышек. Такой человек нужен компаниям, которые производят дезодоранты и антиперспиранты. Задача такого сотрудника – нанести экспериментальный продукт на подмышки тестовой группы, а затем нюхать их и фиксировать изменения запаха в течение дня. Оценщик запаха изо рта. Практически та же самая профессия, что и вышесказанная, только здесь проверяется влияние зубной пасты на запах изо рта. Чистильщик канализации. Во многих странах третьего мира такие чистильщики вынуждены буквально нырять в нечистоты, чтобы устранить засоры. При этом у них нет ни специального костюма, ни снаряжения. Вот лишь небольшой список не самых приятных профессий. И в следующий раз, когда вам покажется, что ваша работа не из лучших, вспомните его и, может быть, вы передумаете. Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня на очереди вакансии Петровского городского округа и Грачевского района. Я желаю вам найти себя среди всего многообразия профессий. До встречи. Спасибо большое, Екатерина. Я поняла, что у меня просто отличная работа. Мы продолжаем. Наша землячка, путешественница Наталья Иванова, исполнила свою мечту. На велосипеде доехала из Ставрополя в Тюмень. В дороге Ставропольчанка провела больше 20 дней. В путевой карте Саратов, Сызраль, Ульяновск, Екатеринбург, Пермь, Пензе и Казань. По всем российским городам Наталья провезла и логотип своего ТВ. Как далось ей это одиночное путешествие, узнаем у первоисточника. Наталья сегодня у нас в гостях. Наталья, здравствуйте, проходите. Добрый день. Добрый день. Да, вы такое долгое и такое длинное, я бы сказала, путешествие провели, совершили. Вообще, вы подготовленный велосипедист? Вы готовились к этому путешествию? На самом деле, эта история очень интересная, потому что свой велосипед трехколесный я забрала только буквально в марте месяце. Он простоял у меня года три или четыре на даче. Вы так посматривали на него? Да, да, не, не то что, нет, у меня дача была закрыта, я забыла где-то ключи, потеряла, ну это тоже история. А, то есть вообще положили и забыли, да? Я поставила велосипед, он там стоял, я его забрала. Еду, а это там, где у нас Кравцовое озеро, еду, поднимаюсь и думаю, какой классный велосипед для папы. Думаю, надо бы ему такой купить, а потом понимаю, что зачем покупать, надо приехать. И с этого началась моя история, пожалуй, того, что я начала ездить на велосипеде, потому что поистине вот где-то апрель, май, июнь у меня были подчинены тому, что я через день ездила на велосипеде. Сначала это было там 10, 15, 20 километров, потом у меня еженедельные 60 километров. Конечно, профессионалы, велосипедисты говорили такое, это невозможно, к этому надо готовиться очень долго, это несколько лет подготовки. Но опять-таки, в связи с тем, что это уже не первый год и не первая моя такая авантюрная затея, я решила, как получится. То есть получится, я проеду так, как оно получится. Но, честно говоря, вот даже когда с вами общалась, и у меня каких-то сомнений не было, у меня было ощущение, знаете, такого радости, счастья и такого азарта. Адреналина. Адреналина, да, потому что, ну, это сейчас проехав, я понимаю, что это за расстояние, я понимаю, что это за препятствия и так далее. То есть как было тяжело, или как вообще фантастично случаются такие вещи, как тебя подбирает попутная электричка. И это тоже есть. То есть, ну, на самом деле, это просто фантастика. Вот так смотришь на вас, слушаешь и понимаешь, что можно и горы свернуть, лишь бы было желание, самое главное. Да, безусловно, желание, оно однозначно очень важно, потому что, когда мне, ну, вот и в прошлый раз спрашивали, а что же дальше? А вы знаете, я теперь с большой уверенностью хочу сказать, что я хочу поучаствовать, например, в ледовом шторме, это на Байкале, где за три дня преодолевают, кажется, 280 километров. На велосипеде по льду? Да, по льду, на велосипеде. Да, и я хочу к этому подготовиться, я думаю, что у меня будет поддержка обязательно. А как будете готовиться? У нас тут льда такого нет? Тут, знаете, вещи, ну, пожалуй, не во льде в большей степени, опять-таки, в подготовке физической. На самом деле, я человек достаточно северный, я с Урала, я родилась на Урале, мне что лыжи, что все остальное, то есть зимний вид спорта. Да, ну да, для меня это привычно. Как вы при этом себя чувствуете? Ой, если говорить о чувствах здесь и сейчас, то это всегда по-разному, потому что, ну, кто следил за моим блогом, за это, там у меня были фотографии, где у меня был сахар и 1,7, и 1,5, и кто болеет диабетом, они знают, насколько это тяжеловато. Вот, также у меня был сахар и 20, и такое у меня тоже было в путешествии. То есть и диабет не проблема? Ну, нет, если захотеть проблему, ее можно лишь тихо придумать, вот, а то, что диабет, это не то, что не проблема, диабет это особенность, и с этой особенностью надо просто понимать, как ты с ней можешь жить, вот и все, как ты можешь преодолевать то, другое, третье, то есть вот это. И это тоже очень важно, то есть как бы это вот те моменты, которые, безусловно, в путешествии важны. А то, что путешествия меняют ваши представления о себе, о мире, и вообще возникают многие новые идеи, новые возможности и так далее, потому что Казань меня просто покорила. В Казани у меня появились большие мои друзья, это Ренат и Юлечка, они просто, они встретились мне на дороге, они ехали, остановились, мы познакомились, сказали, приезжай, когда будешь в Казани, скажи, что ты там будешь, и мы все организуем. И это, на самом деле, было так. То есть вы ехали, и даже, наверное, самое главное, не то, что вы видели, да, не пейзажи, не достопримечательности, а именно люди, которых вы встретили. Да, безусловно, люди, не, ну, пейзажи, их тоже невозможно недооценить, потому что я, когда ехала от Тюмени до Папы, это 120 километров, так получилось, что первый мой путь, это был на велосипеде, я видела практически каждое дерево, каждую дорогу, ответвление, тропинки, еще что-то, какие-то речки, озера, еще что-то, и потом я ехала на автобусе, на автобусе, на машине до Тюмени. Поверьте, когда едешь на машине, на автобусе, много чего не видишь. Не видишь то, что... Ну, тут же ты еще чувствуешь много чего, когда ты едешь на велосипеде. То есть вы меняли виды транспорта, не все время на велосипеде вы проехали? Не все время, потому что это заняло гораздо больше времени, я запланировала, что я буду 30 дней в пути, я была 23 дня в пути, по одной простой причине, что мне просто дарили эти дни, мне подарили дни там Сергей Иванович с Александром Дмитриевичем, которые меня подвозили на машине, и мы проехали практически 900 километров. Потом Решат, который просто фантастично, это вот одна из тех историй, что этого не может быть, но это так. Он стоял на обочине, показывал мне сверни, я к нему подъехала, он говорит, ты со Ставрополя? Я говорю, да, я со Ставрополя, это около Казани было. А у вас номер был впереди. Не, а у меня же сзади написано Ставрополь-Тюмень, он говорит, вообще, говорит, а я тоже со Ставропольского края, говорит, здорово, тебе помочь? Я говорю, ну а чем мне помочь? Вот такие земляки от Захчуга. Да, и он сказал, я говорю, вы меня можете подвезти? Он говорит, да, могу? Я, да, ну правда. И вот это вот, да, ну правда, я пока ехала, ему говорила, Яша, я еду? Он говорит, да едешь, едешь ты. Я говорю, Яша, я не верю, что я еду. Он говорит, да едешь, едешь ты. Ну то есть, и это вот фантастика. И вот эти вот необычные вещи, они случались, наверное, на всем пути. Потому что меня в Ульяновске пригласил себе человек, который видел меня буквально там 10 минут. Он сказал мне, приходи ко мне, переночуешь у меня дома. И когда у него дома никого, я сижу одна в доме, в большом, в незнакомом доме, люди, которые меня знают 10 минут. И я реально удивляюсь, вернее, понимаю, что мир на самом деле очень добр. Добр к тебе, когда ты заявляешь о том, что да, ты тоже, ну просто добр ко всему и рад всему. Пожалуй, так. Ну какой-то дневник даже составили путешествие. Да, у меня есть дневник, я его составила, и там конкретно прописано, сколько чего я проехала. То есть, это на самом деле населенных пунктов, это, наверное, где-то 18-20. То есть, это вот реперные точки, которые вы показали, это, конечно, основные точки. А у меня был такой, как поселок Преспективный был. А вы по местам славы Ставрополя ехали? Ну, возможно. Но в этом поселке Преспективном была поляна колдунов. Чёртов палец. Я не знаю, может быть, и нам Ставрополе это сделать. То есть, очень вот такие небольшие населенные пункты, где я ночевала. У меня одна ночевка была, которая была около кладбища. Потому что я как раз вот ехала, устала, смотрю на населенный пункт, а мне вот как-то не нравится. Нет. Я вижу лесополоса, кладбище. Думаю, ну самое спокойное место. Стоит остановиться там. Правда. Да, самое спокойное место. И, честно говоря, я конкретно понимаю, что вот это моё путешествие, оно, пожалуй, дало мне много в том смысле, что я теперь конкретно понимаю, что я могу преодолеть 90 километров за один день. Притом это не просто по прямой, это дорога с горками. Я могу проехать 70 километров на штормовой ветер, когда я за час в некоторых местах проезжала только 3 километра. Я это могу. Я не то, что себе это доказала, я просто получила подтверждение, что реально мои возможности, они мне ещё неизвестны. Да, и не только в езде на велосипеде, но и во многом другом. Ведь если вы такой подвиг совершили, то, я думаю, вам и другое тоже по плечу. Возможно, да. Возможно, так. Спасибо вам большое. Удачи вам. Обязательно принять участие в этом мероприятии на Байкале, проехаться по льду и прославить нашу. Да, и для вас я вот подарю вот такую статуэтку. Это статуэтка моего папы, он делает это руками. Она, как он мне сказал, это статуэтка ленивца, потому что он сидит на попе. И он, наверное, всё-таки старается спрыгнуть с того, чтобы не сидеть. Поэтому я хочу вам её подарить. И это символ того, что, наверное, движение стоит хотя бы сделать просто шаг из дома. Чтобы вообще по жизни надо двигаться. Спасибо вам большое. И вам обязательно движение. Счастливо. Мы продолжаем. Если верить сайту Википедия, то в этот день, 28 августа, но 114 лет назад, в американском городе Ньюпорт, водитель автомобиля впервые приговорён к тюремному заключению за превышение скорости. Машины в то время развивали скорость не больше 50 км в час, поэтому злостным нарушением по современным меркам такое превышение назвать сложно. О какие происшествия привлекли внимание полицейских в Ставропольском крае за ближайшие сутки, расскажет моя коллега Юлия Удовенко. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило более 1100 сообщений о преступлениях и происшествиях. На дорогах края зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 4 преступления в экономической сфере. Также на постоянной основе ведётся работа по выявлению преступлений, связанных с хищением чужого имущества. За минувшие сутки полицейскими раскрыто 7 таких преступлений. Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто 4 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Тем временем в Железноводске полицейскими на месте преступления задержан подозреваемый в грабеже. Полицейские города-курорты заметили, что из одного из магазинов выбежал мужчина с сумкой, вслед за которым бежал охранник супермаркета. Участковыми уполномоченными полиции незамедлительно было принято решение об остановке данного гражданина. На служебном автомобиле полицейские перегородили путь убегающему мужчине, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Михайловска похитил со стеллажа в супермаркете бытовую химию и попытался скрыться, но был замечен охранником. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время полицейскими проверяется причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений. А в Новоселецком районе оперативниками задержан подозреваемый в контрабанде сильнодействующих веществ. Полицейским поступила информация о том, что на территорию района из страны ближнего зарубежья почтовым отправлением направлена посылка с таблетками, содержащими сильнодействующее вещество, оборот которого в России запрещен. 32-летний местный житель с целью увеличения своих спортивных достижений, не имея рецепта для употребления лекарственных средств, заказывал через интернет сильнодействующие вещества. В помещении одного из почтовых отделений при получении заказа полицейские задержали подозреваемого. В посылке оперативники обнаружили и изъяли 100 таблеток. Исследование подтвердило, что изъятый препарат является сильнодействующим веществом, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Краевая полиция напоминает, если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». А вот такой вот замечательный подарок нам сделала путешественница Наталья Иванова, которая совершила настоящий путь. Она преодолела из Ставрополя в Тюмени. Теперь эта статуэтка такого толстенького ленивца украсит телекомпанию СВТВ. Ну что ж, а мы идем дальше. Настоящий ли Рембрандт? Таким вопросом задаются многие историки и дилеры, которые имеют дело с рисунками великого голландского живописца. На новой выставке в Берлине представили более ста работ, которые раньше приписывали Рембрандту. Их можно сравнить с рисунками мастера. Сотни лет историки считали, что эти рисунки, на которых изображено распятие Иисуса Христа, нарисовал голландский живописец Рембрандт. Но теперь они уверены, что мастер создал лишь один, а второй принадлежит к кисти его ученика Яна Викторса. То же касается и 1600 других рисунков, которые раньше приписывали Рембрандту. Теперь считается, что художник нарисовал лишь 600 из них. Причина путаницы в том, что у Рембрандта, самого известного художника Голландии в 17-м столетии, была очень большая мастерская. Люди платили ему, чтобы учиться в его студии. Много времени они тренировались на рисунках. Ученики не только выбирали те же темы, что и Рембрандт, они также использовали тот же стиль. Директор берлинского гравюрного кабинета потратил несколько лет, сравнивая рисунки Рембрандта в музеях города. Результатом его трудов стала выставка, на которой можно увидеть, где настоящий мастер, а где работы учеников. Карандашные линии Рембрандта более разнообразные по сравнению с его учениками. Студенты используют ту же технику, но у них нет нюансов и вариативности. В использовании карандаша они действуют по шаблону. На одном из рисунков Благовещения Марии разница между студентом и учителем очевидна. Ученик изобразил небольшого невзрачного ангела, а за ним Рембрандт нарисовал другого. Он больше и более одухотворённый. Для дилеров принадлежность рисунков имеет огромное значение. Если за работу ученика Рембрандта дают около 180 тысяч евро, то за рисунок самого мастера до 2 миллионов 800 тысяч. Выставка под названием «Из мастерской Рембрандта» будет проходить в Берлине до 18 ноября. Сегодня у православных праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он отмечается в Русской Православной Церкви в память о смерти Божьей Матери. К празднику христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим постом. Чем ещё знаменателен день 28 августа в истории? Расскажем прямо сейчас. 28 августа 1883 года в Британской империи запрещено рабство. Акт об отмене рабства официально освободил 800 тысяч африканцев, на тот момент являвшихся законной собственностью англичан. Тот же самый акт содержал положение о денежной компенсации утраты имущества. 40 тысяч британских рабовладельцев получили компенсацию за каждого утраченного раба. Государство выделило на это по сегодняшним меркам до 17 миллиардов фунтов стерлингов. Человеком, получившим из казны больше всего денег, был Джон Гладстон, отец премьер-министра эпохи правления королевы Виктории. Ему за 2,5 тысячи рабов, трудившихся на 9 его плантациях, заплатили по нынешним меркам почти 80 миллионов фунтов стерлингов. Рабы же не только ничего не получали, но и согласно другому пункту акта, были обязаны следующие 4 года после предполагаемого освобождения по 45 часов в неделю бесплатно трудиться на бывших хозяев. 28 августа 1937 года основана автомобильная компания «Тойота». Отцом-основателем стал Киичира «Тойода». Первые автомобили были выпущены годом ранее, но тогда автомобильное производство было лишь подразделением гигантской корпорации «Тойода» по производству ткацкого оборудования. Основатель компании «Секачи Тойода» перед смертью завещал своему сыну Киичира заняться выпуском автомобилей «Воля отца – закон», и в 1933 году Киичира «Тойода» берется за ее выполнение. Первый автомобиль, модель А1, был выпущен в 1935 году. Он был еще сырым и не имел коммерческого успеха, но настойчивый Киичира в послевоенные годы сумел вывести компанию в лидеры не только японского, но и азиатского рынков. Интересна причина, по которой название новой компании было изменено. Чтобы написать иероглиф «Тойода» требовалось 9 движений кисти, а число 9 считалось у японцев несчастливым. После проведенного конкурса было взято новое имя, и по звучанию близко и движений всего начертания требовалось лишь 8. А 8 – не просто счастливое число, но еще и символ богатства и процветания. День котлет, который 28 августа отмечают в Костроме, изначально был задуман как рекламное мероприятие одной из местных компаний, производителей полуфабрикатов. Впервые его провели 28 августа 2007 года. Однако праздник так понравился жителям города и туристам, что его стали проводить ежегодно. А с 2011 года присвоили официальный статус народного фестиваля. Апогеем праздника является кулинарный конкурс, на котором между собой соревнуются повара. Каждый из них стремится приготовить самые вкусные котлеты в своей жизни. Их работу оценивают гости и квалифицированные жюри. При этом судьи строго следят за соблюдением особых правил. Идеальное считается только та котлета, вес которой равен 75 граммам. Лето подходит к концу, заканчивается и пляжный сезон. Но в хорошей физической форме нужно держать себя круглый год, верно? Предлагаю прямо сейчас поразмяться и позаниматься спортом. Всем привет! Это рубрика «Зарядка». Считанные денечки остались до начала учебного года. И мы отдыхаем сейчас по полной, стараемся отдохнуть, отдохнуть. Поэтому зарядка будет легкой. Поехали! Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Начнем с наклона головой вправо-влево. Для этого нам нужно плечи и лопатки опустить вниз к центру спины. Убрать прогиб в поясничном отделе. И наклонив голову вправо, задержаться буквально на 2 секунды через центр. И клонить голову влево. Плечи и лопатки все время в центру спины опускаем. Наклоняем голову вправо, чередуем влево, обязательно через центр. С мышцами шеи нужно быть крайне осторожными, потому что они очень уязвимы и поддаются растяжению только так. Три, два, достаточно. Один. И отсюда полукруг слева направо. Переводим взгляд в сторону. Голову поворачиваем вправо-влево. Продолжаем. При этом мы не забываем, что у нас лопатки должны навстречу друг к другу. Друг к другу. Да, то есть они к позвоночнику. Друг к другу. Еще четыре. Три. Хорошо. Взгляд направляем в сторону. Два. Один раз. Достаточно. Центр. Отлично. Двигаемся сверху вниз. Переходим к плечам. Плечи поднимаем вверх и вниз. Вот, кстати, при всей своей легкости, ну, кажущейся легкости, это упражнение на самом деле, оно, ну, я не скажу, что тяжелое, но оно ощутимое. Потому что, вроде, ничего ты не делаешь, но уже на пятом, на шестом подходе начинает гореть, начинает чувствоваться, что, ну, что-то я устал, даже некоторые могут спотеть. Так что, давайте, делайте. Вверх, вниз. Вверх. Элевируем лопаточки вверх и опускаем их вниз. Все время к центру спины, то есть к позвоночнику, навстречу друг другу вниз. Еще два. И отсюда круговые движения вперед плечи, лопатки назад, округляем спинку. Десять повторений вперед, еще четыре. И назад. Назад, сводим лопатки к центру спины. Четыре. Хороший круг в плечах. Два. Один раз. Вот то, о чем я говорила. Да. Тяжело. Тяжело. Даже нам, подготовленным спортсменам. Продолжаем работать также над укреплением мышц спины и раскрытием грудной клетки. Вдох. На выдохе округляем спину. А на вдохе соединяем, да, лопатки? Соединяем лопатки, да. Раскрываем грудную клетку. На выдохе вперед. Обязательно плечо и кис на одной линии. Лопатки в центру спины сводим. И округляя спину, подбородок прижимаем груди. На сегодня это вся зарядка. Увидимся с вами завтра, Яночка. И с тобой тоже мы завтра увидимся. Так что не расслабляйся. Пока-пока. Пока-пока. Это снова полдень. Спасибо, что остались с нами. Вот что вас ждет далее в нашей программе. Все новесцы, как измеряли животных в зоопарке Лондона. Где и как устроить праздник для ребенка. В прямом эфире разыграем подарочный сертификат в арт-кафе. Семейные киновечера, когда и где, стартуют показы, а также афиша на сегодняшний день. А пока реклама. Федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны сообщают, российские студенты смогут получить звание без службы в армии. У молодых людей, которые получают образование в институтах без военных кафедр, появится возможность поступить в учебные военные центры при других вузах. Важный момент. В армию таких выпускников призывать не будут, но при желании они смогут попасть туда. Для этого нужно будет по своей инициативе подписать контракт. Такая программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запасов, но не на офицеров. Эксперимент стартует в Сибири и в дальнейшем его планируют расширить на всю страну, в том числе и на Ставрополье. О других новостях региона нам расскажет мой коллега Сергей Надеин. Сергей, здравствуй. Как ты думаешь, в нашем регионе такие военные учебные центры будут пользоваться спросом? У нас и обычная армия пользуется спросом, насколько я знаю. Поэтому Ставрополье и Ростовская область всегда в лидерах по призыву. Поэтому я думаю, здесь можно ничего не менять. Так все нормально. Сейчас к новостям. Бойца Красной Армии, уроженца Ставропольского края, похоронили в Польше. Александр Захарович Исаков погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На фронт его призвали из села Грушевского Петровского района. Сержант 4-й танковой армии числился без вести пропавшим. Его останки еще 49 солдат обнаружили в лесу во время международной поисковой экспедиции «Нарев-2018». Экспедиции дали название в честь реки, мост над которой удерживали солдаты Красной Армии 25 июня 1941 года. В этот день они все погибли. Захоронение состоялось на востоке Польши в городе Гайновка. Воинов похоронили на кладбище советских солдат. Родственникам Ставропольца передали информационные материалы и фотографии захоронения. Родственникам Ставропольца В Кисловодске целый новый микрорайон в ближайшее время должен измениться до неузнаваемости. На улице Катыхина появятся ливневки, уличное освещение, откроются магазины, начнут ходить автобусы. Все эти перемены люди ждут уже полгода, но дело сдвинулось лишь, когда жители смогли задать вопрос губернатору Владимиру Владимирову в эфире своего ТВ. Джамиля Ибрагимова о жизни до и после прямой линии. Владельцы этих новеньких квартир получили жилье еще полгода назад, но новоселье праздновать не спешат. В новый микрорайон на окраине Кисловодска людей переселили из аварийных домов. Живописное место, открывается прекрасный вид на горы. Из преимуществ это все. Остальное, длинный список, это недостатки. Новостройки будто возвели отдельно от цивилизации, без коммуникации и инфраструктуры. Татьяна Грязева каждый день ездит на гемодиализ, а после медицинской процедуры еще приходится почти полтора километра добираться от остановки до дома. Дальше автобусы не ходят. Невыгодно. Я прихожу с диализом, я еле приползаю. Мне надо что-то купить и мне потом все это тащить на гору сюда. Я еле хожу. В районе ни одного фонаря. Забыли и о ливневках. После каждого дождя дороги превращаются в реки. Кроме того, тут нет ни магазинов, ни аптек. А прямо напротив домов стеной выросла амброзия, от которой задыхаются местные жители. Такое было чувство, что нас просто выбросили сюда. Выбросили. И удивляются, почему люди не идут. Да, люди ждут, что будет инфраструктура сначала. Надо было сделать инфраструктуру, а потом переселять людей. Валентина Яковлевна во время прямой линии спросила губернатора, когда в их район придет цивилизация. После того, как нас переселили, дом никак не возьмут на баланс. В связи с этим у нас куча проблем. Это первое. Автобусы не ходят до новостройки и все. По новостройке автобусы не ходят. У нас нету дороги. Воду отключили горячую больше месяца. Электричество отключают через день. Владимир Владимиров обещал решить проблему. И тут же в прямом эфире раздал ряд поручений. Просто глава моего города Александр Вячеславович Курбатов вместе с моим министром по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Сергеевич Когарлыцкий завтра выйдут на место. Хотя глава у нас сейчас в больнице. Значит, его первый зам. И пояснят, когда они введут в дом в эксплуатацию. Ну и мне заодно пояснят, когда этот бардак весь закончат уже на Катыхино у нас. Уже на следующий день представители власти встретились с жителями и изучили ситуацию. Последовали и реальные дела. Днем позже во дворе начали косить амброзию. В кранах появилась горячая вода. Вот за это мы благодарны. Благодарны за то, что мы были услышаны. Людей очень много ходили по инстанциям. Никакого результата не было. Сейчас вот хоть что-то начали делать. Уже в скором времени в микрорайон начнут ездить автобусы. А вот магазин появился сразу. Здесь, правда, пока продают только хлеб, молоко и сыр. Но зато все домашнее. Много здесь очень таких пожилых людей, которые с трудом тоже ходят. Им тоже будем доставлять домой. Будем стараться угодить всем. Буду работать от души, чтобы они меня уважали, я их уважала. В общем, все их потребности мы будем выполнять. Будут хорошие мясомолочные продукты. Все, здесь будет хлеб. Жители не верятся. За три дня в микрорайоне появилось то, чего они не могли добиться полгода. Теперь с замиранием сердца ждут, что будет дальше. В течение месяца здесь обещают сделать ливневки еще через три. Уличное освещение. В Ставропольском крае продолжают выдавать фермерам единые субсидии. Основной уклон на технологическое развитие фермы – увеличение генетического потенциала животных. Так, в нашем регионе увеличилась поддержка племенного животноводства до 405 миллионов рублей. Ежегодно участниками грантовой поддержки реконструируется и модернизируется до 15 молочных ферм. Тему продолжат мои коллеги из Георгиевска. Ахмат Чучуев – потомственный животновод. С этим делом знаком с детства. Сначала помогал отцу, а потом и сам стал выращивать крупный рогатый скот. Для того, чтобы развиваться и дальше, есть и опыт, и условия, и поддержка государства. В этом году фермер получил грант. Планы на выделенные средства серьезные. Ну, грантовая поддержка – это очень большая помощь фермерам. На эти деньги мы собираемся построить помещение хозяйственное и закупить хороший крупный рогатый скот. Направление мясного животноводства выбрано не случайно. На сегодняшний день это выгодный бизнес. На продукцию животноводства, именно говядину, за последние годы сформировался устойчивый дефицит. Поэтому с реализацией проблем не возникает. Цена стабильная, она даже не просто стабильная, она стабильно растет. В Георгиевском городском округе есть и другие желающие заниматься мясным животноводством. Число грантополучателей планомерно растет. С 2013 года государственными грантами воспользовались 9 крестьянско-фермерских хозяйств. Специалистами управления сельского хозяйства округа начата подготовка соискателей гранта к конкурсу уже 2019 года. Основное условие получения гранта это желание фермера развивать свое хозяйство, наращивать производство и увеличивать продуктивность животных. Ну а больше тысячи жителей из Ставрополя в минувшие выходные смело могли праздновать новоселье. Они получили ключи от квартир в жилом комплексе «Солнечный круг». Его возвела группа компаний «Юксроинвест». Кроме двух новых домов закончено строительство детского сада и цветового фонтана. Со счастливыми обладателями современного жилья познакомился Алексей Форсиков. Одними из первых порог своей новой квартиры переступили Ольга и Константин Климовы. Получение ключей от новой квартиры совпало с другим важным событием. В этот же день они стали мужем и женой. В честь двойного праздника «Юси» подарила молодой семье ценный подарок. Свой выбор они объяснили просто. Во-первых, «Юси» очень надежный застройщик. Квартиры «Юси» можно встретить не только в Ставрополе, но и когда Краснодар проезжаешь, приятно увидеть. Очень много знакомых, друзей, собственно говоря, которые тут собрались, живут в квартирах данного застройщика. И никаких проблем, шикарная шумоизоляция, удобные очень планировки. Все это, в принципе, сделало выбор наш на данном комплексе, который территориально очень удачно расположен. По традиции, установленной «Юси» вручение ключей стало настоящим праздником. Гостей, детей, лилианиматоры и ходулисты, для детей и родителей прошли занимательные мастер-классы. Счастье и радость людей – лучшая оценка деятельности строительной компании, которая уже много лет символизирует надежность и комфорт. Ведь «Югстроенвест» в первую очередь работает для людей. В «Солнечном круге» в ближайшее время откроется детский сад на 160 мест. Начато строительство новой школы. Планируется, что она откроет свои двери уже в 2019 году. В июле прошлого года мы приступили к масштабному инвестиционному проекту «Солнечный круг». И вот уже сегодня мы сдаем два жилых дома. По доброй традиции, вместе с домами в эксплуатацию, мы сдаем детский садик на 160 метров, который уже скоро будет принимать своих малышей. Начато строительство школы на 1550 метров. Для первых новоселов уже создана прекрасная благоустроенная аллея. Ее украшением по праву является световой фонтан. Все работы мы выполнили с душой на совесть. Компания «Югстроинвес» и дальше будет строить микрорайоны, в которых хочется жить и растить детей. Для жильцов «Солнечного круга» «Югстроинвес» создает полностью благоустроенную среду. Такова политика, установленная генеральным директором компании Юрием Ивановым. Пешеходные тротуары, просторные дворы с игровыми площадками, удобные парковки, деревья с пышной зеленой кроной. Все располагает к уюту домашнего очага. Изюминкой благоустройства аллеи станет световой фонтан. Вода и игра света помогут отвлечься от повседневных забот и поднять настроение. Сегодня в жилом комплексе «Солнечный круг» большой праздник. Мы вручаем ключи от первых двух домов. Наших новоселов ждет прекрасное благоустройство и высокое качество квартир. Группа компании «Югстроинвес» в своих лучших традициях заботится о своих жителях. Для удобства наших клиентов действуют гибкие системы скидок и различные формы оплаты. Приобретайте квартиры в «Солнечном круге» по выгодным ценам. При строительстве «Солнечного круга» в целом и конкретно каждого дома «Югстроинвес» использует весь свой потенциал и многолетний опыт. Уже 15 лет команда профессионалов «Строид дома» создает всю необходимую социальную и спортивную инфраструктуру. Компания входит в число крупнейших застройщиков страны, занимая четвертое место во всероссийском рейтинге. UC применяет новые передовые технологии, чтобы жилые дома, школы и детские сады были добротными, комфортными, современными. Настоящим украшением города. Вадим Маскаленко, Алексей Форсиков и Александр Бородин. Ставропольское телевидение. Это все новости, о которых успеваем вам рассказать. Передаю слово студии программы Пол Денинга. Спасибо большое, Сергей. А мы продолжаем. Трудоемкая, иногда забавная такая необходимая процедура. В Лондонском зоопарке провели очередное измерение извешивания животных. Кого-то заманивают лаковствами, а кого-то покорно отдают в руки смотрителей. У жирафа Элиш в лондонском зоопарке не просто перекус. Эти сочные листья помогают его измерить. Итог – 836 килограммов и рост 4 метра. Самый крупный постоялец. В зоопарке началось очередное взвешивание и измерение животных. Работникам предстоит собрать данные о тысячах питомцев. Это позволит отследить их состояние здоровья, а еще узнать о предстоящем пополнении потомства. Это очень важный для нас процесс, потому что вес – хороший показатель здоровья. Он позволяет корректировать питание, а также сравнивать наших животных с питомцами других зоопарков. Отличаются ли наши животные? Если да, то почему? То, что показывают журналистам, больше похоже на забавное шоу. Но на самом деле процесс измерения непростой и очень трудоемкий. Продолжается много часов. Сложнее всего, когда в большом вольере много животных. Думаю, беличьи и обезьяны – самый яркий пример. У нас здесь 16 животных. Нужно, чтобы на весы села одна обезьяна, а не 16. Очень сложно случайно не взвесить одно животное дважды. Чтобы избежать этого, мы используем микрочипы. Суматранского тигра тоже оказалось непросто взвесить. Смотрители надеялись, что он повиснет на куске мяса, закрепленном на пружинных весах. Но, как оказалось, лакомство сорвать намного проще. А с палочником и гигантской улиткой обычно сложностей не возникает. Подобное измерение проводят и в других зоопарках мира. Затем данными обмениваются. Спасибо. Совсем скоро на своем ТВ праздник для детей. Подробности пока в секрете. Скажу только, что это будет конкурс с приятными и ценными подарками. Один из них – это сертификат на круглую сумму для организации детского праздника в кафе «Бублик». Сегодня мы устроим репетицию, разыграем приз. Точно такой же сертификат, но только на меньшую сумму. У меня в гостях Ирина Владимировна Киселева, соучредитель директор семейного арт-кафе «Бублик». Ни одно поколение людей задавалось вопросом, куда девается дырка от «Бублика», который съеден. Есть несколько версий. Это научная никуда, ее просто не видно. Фантастическая уходит в другое измерение. И пессимистическая уходит в другому «Бублику». Но вопрос у нас сегодня совершенно другой. Какой шуточный праздник отмечается 31 мая? Итак, внимание, варианты ответа. День «Бублика Ежик», день «Дырок от Бублика» и день «Круглых печенек». Мы ждем ваших ответов прямо сейчас по телефону 8 800 707 02 26. Вам просто нужно первыми дозвониться и ответить на вопрос. Тогда вы получите сертификат на проведение детского праздника на 3000 рублей. А пока вы нам звоните, пытаетесь дозвониться, мы как раз и поговорим. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, где находится ваше кафе и почему оно называется «Бублик»? Наше кафе расположено в торгово-развлекательный центр «Москва» на улице Духачевского, 14-2 на четвертом этаже. У вас не просто кафе, вы позиционируете себя как семейное кафе, то есть кафе и для взрослых, и для детей, чтобы они вместе приходили и проводили время. Что для этого создано у вас кафе? Кафе на самом деле семейное, кафе еще носит аббревиатуру «Арт», потому что на самом деле мы именно арт, потому что у нас свой собственный театр праздника с квалифицированными, серьезными, грамотными специалистами. Прямо в кафе? Прямо в кафе, да. И отдельно отведенный для празднования зал. То есть мы в этом зале проводим все праздники, и ни одно кафе себе пока и ни один ресторан позволить не может. То есть, ну, в данном случае вот так. А почему семейное? Потому что у нас нет возраста, для которого работает наше кафе. То есть у нас празднуют и годовасие, то есть первый год жизни, и празднуется 80 лет, вот празднуется в эту пятницу. То есть кафе сделано так, как будто это большой, уютный, добрый дом. Ну, на четвертом этаже торгового центра. В который каждый может прийти и очень хорошо провести время. Да, да, да. Ну, пока у нас есть звонок, мне подсказывают. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам звоните? Меня зовут Екатерина, я звоню вам из Ставрополя. Здравствуйте, Екатерина. Екатерина, я вам сейчас назову вопрос и озвучу варианты ответов. Итак, какой же праздник отмечают 31 мая? Это день бубликоежек, день дырок от бублика или день круглых печенек? Екатерина. Ну, да, да, да. Второй вариант ответа – день дырок от бублика. Ну, все верно, все верно. Вот такой, правильно, вот такой сертификат отправляется к Екатерине из Ставрополя. И вы сможете провести вечер или в любое удобное вам время в арт-кафе «Бублик». Да. Все верно? Спасибо вам большое. Мы обязательно вам передадим. Мы вас очень ждем. А мы с вами продолжим, Ирина. Ну, рассказывайте, вы про театр нам рассказывали. Что он из себя представляет? То есть люди приходят и с ними проводят время специалисты, да? Правильно? Руководит театром очень знаменитый человек нашей России, матушки, да? Ольга Александровна Кукшина. Это очень серьезный режиссер. Мы, мягко говоря, пригласили ее из Сибири, из города Омска. Она к нам приехала с своей семьей. Вот. Мы проводим репетиции, проводим спектакли. И все театрализованные представления, которые проводятся у нас, только проводятся по сценариям, с озвучкой, ну, с видеозаставкой позади, чтобы ребенок полностью понимал и чувствовал атмосферность данного праздника. А не просто пришел аниматор у стола, отработал и ушел. Это новый почерк, это новое веяние. И, в общем, мы очень этим дорожим. А как это работает? Это заранее оговаривается? Или к вам приходишь, а театр праздника всегда у вас? Театр праздника, совершенно верно, всегда у нас. Но под каждый возраст, под каждого ребенка, под каждую команду детей, потому что возраст-то разный, мы подбираем индивидуально свой сценарий, свой сюжет, фишки, которые... Кому 12 лет, он обожает. Там вот эту историю. У него, ему нужен дискозал, имитация танцев, ночного клуба, звезды. То есть, дискозал, да? Дискозал отдельный, абсолютно. А что еще есть? Какие зоны у вас есть? Три зала, огромных три зала больших. И отдельный зал для диска, ионовое шоу, снег, значит, снеговое шоу. Отдельный зал именно на 120 мест, где мы можем показывать представление кукольного театра. Ну, то есть, вот так. И отдельный зал с огромной ареной по центру, где может показать свои возможности все члены семьи, которые пришли сегодня, даже дедушки и бабушки, там они забывают, куда пришли и начинают показывать. Забывают, что они дедушки и бабушки, и детей превращаются. Если, допустим, у меня день рождения или какой-то праздник, у ребенка праздник, допустим, 7 сентября, когда мне нужно прийти к вам и начать это организовать? Или можно вот прям прийти 6-го, и все будет готово? Это очень будет трудно 6-го, потому что у нас большой хороший спрос, потому что мы серьезно заблаговременно готовимся к этому. Лучше бы за месяц, потому что уже сейчас очень много занято дат, да? Особенно на юбилеи. Это вообще просто, ну, потому что юбилей, вот каждый взрослый юбилей, сейчас пошла мода в нашем городе, я не знаю, для тех, кто не знает, а, наверное, даже знают, 35,5, 50 и 5. Вот люди любят, это новый формат праздника, и мы это совмещаем. Вот, опять же, пишется специальный под вас сценарий, не так, что кто там следующий, давай. Нет, очень серьезно. Фотографии видны. Вы, когда вы родились, когда вам, вы когда на ножки встали только, вот вы стоите, вот у вас соска в руках ваша первая. Это все вам покажут и расскажут? Это все, да, мы все собираем этот фотоматериал у гостей и создаем такой шедевр. На самом деле, я люблю это называть шедевром, потому что это ваш, это, ну, это ваша семья. Там особый мир создается, понимаете, вот, а именно праздника. Не просто там, вот сидим мы и смотрим фотографии три часа. Нет, в нужный момент появляется нужная фотография, в нужный момент появляется нужная фраза. Ну, то есть вы большую работу проделываете. Да, это большое, поэтому месяц нам нужен. Ну, как, ну, недели две минимум. Вот, поэтому крупные, хорошие вот эти залы с залами, они чаще бывают заняты. Поэтому поторопитесь, мы вас ждем. Я знаю, что вы проводите не только вот такие частные мероприятия, но и ваше кафе также является площадкой для проведения каких-то социальных, городских мероприятий, проектов. Да, мы очень этим дорожим правом и возможностью, что и администрация, и край города нам выделяет для этого определенные дни. И мы успешно и с большим трепетом посещаем приюты и детские дома. Мы дружим, то есть новогодние праздники у нас, и просто внеплановые мы выезжаем. Звоним, как у вас там атмосфера? Приехать вам там, развеять тоску? Да, мы едем, и мы выезжаем. Есть у вас какие-то дальнейшие планы, может быть, что-то новое придумать, как-то что-то реорганизовать, новую площадку открыть у себя в кафе? Да, мы сейчас готовим большой серьезный проект, пока он под большим секретом. Если вы мне, Ирина, позволите, я не буду его назвать, вернее раскрывать всех карт. Да, мы готовим большой социальный проект, особенно для детей малоимущих семей, это очень для нас важно. И мы хотим охватить не только город Ставрополь, город Михайловск, Светлоград и ближайшее все окружение наше. У нас есть для этого все возможности. Штат большой, квалифицированный, есть желание. И возможности, и желания, все для себя. И совпадает, и самое главное, это нужно людям. Это не просто колыхание воздуха, это реальные поступки и дела. Спасибо вам большое, Ирина. Мы говорили об арт-кафе «Бублик», который находится в торговом центре Москва. И вот такой вот сертификат отправляется к Екатерине из города Ставрополя. Это сертификат на 3000 рублей в арт-кафе «Бублик». Катя, мы вас ждем. Спасибо большое. А мы продолжаем. Семейные киновечера соберут жителей Ставрополя у экрана на Александровской площади. Первый показ пройдет 1 сентября. Ставропольцы увидят легендарную сказку об Иване Царевиче и драконе «Чудо-юдо». Транслировать ленту будут на большом экране. Кинопоказ под открытым небом начнется в 17.00 уже в эту субботу. О чем заняться сегодня вечером, узнаем прямо сейчас. Летний читальный зал Ставропольской краевой библиотеки имени Лермонтова приглашает всех желающих отдохнуть на свежем воздухе с книгой или журналом в руках. Место встречи – Центральный парк города Ставрополя на площадке возле сцены. Начало в 10.00. Галерея Паршина приглашает на выставочный проект «Сальвадор Дали. Священное послание». Он представляет самую масштабную географическую серию величайшего художника 20 века. Его иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 представленных на выставке работ «Сальвадора Дали» нет в собраниях российских музеев, что позволяет без преувеличения назвать этот проект уникальным. В выставочном зале Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» состоялось открытие выставки «Анри Матис. Взгляд». 120 литографий с работ мастера представленные публике демонстрируют его неиссякаемую энергию и как художника, и как философа. Все они сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений. Шоу «Мозг.Он» – еженедельное интеллектуальное шоу. Это игра в лучших традициях командных викторин. Интересные вопросы, неожиданные ответы, азартное соревнование и непринужденное общение. Если у вас нет своей команды, не беда. Можно приходить и одному, и с друзьями. Вам всегда найдется местечко. Начало в 20.00. Хорошо провести время можно не только на культурных мероприятиях, но и у себя дома. Главное, чтобы компанию вам составила свое ТВ. Вот, что мы приготовили для вас сегодня вечером. 18.30 – прямой эфир. Вместе с замминистра спорта региона поговорим о вопросах муниципальных перевозок, состоянии транспорта и ценах на проезд. В 19.30 – те самые последние и главные новости Ставропольского края в информационной программе «День». И в 21.05 – русская мелодрама «Травести» – фильм о судьбе молодого и талантливого выпускника театральной академии, который вдруг уезжает работать в глубинку. Вот так быстро подошел к концу наш полдень. Прямо как лето. Наслаждайтесь последними жаркими деньками. Увидимся! Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова